Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование этого важного отрезка послания апостола Павла о законе и Евангелии. Итак, сохраняя это в уме, возвратимся опять к 31 стиху, который поставлен следующим образом. Итак, мы уничтожаем закон верою. И я здесь добавлю, в праведности Иисуса Христа никак, но закон утверждаем. Контекст главы обсуждает тему об оправдании веры. Главная мысль заключается в том, что праведность Божья оправдывает нас независимо от дел закона. Это означает, что соблюдение нами закона, что очень обязательно, я подчеркиваю, для христианина, нисколько не способствует получению праведности, которая оправдывает нас. Но вопрос, который звучит в 31 стихе, так это, как насчет праведности Божьей? Удовлетворяет ли Божья праведность закон? Другими словами, остается ли Бог справедливым, когда оправдывает грешника? Может ли его праведность утвердить закон в день суда, когда я и ты предстанем, чтобы дать ответ перед Богом, дать отчет в своем уповании? Ответ. Да, сможет. Слава Богу, мои дорогие. Аллилуйя. Да, сможет. Божья праведность единственная, которая утвердит закон. Таким образом, то, что Павел защищает здесь, так это законность искупления. Вот почему так необходим будет суд на небе. И вот почему, если мы разрушаем законность искупления, что так старательно делают некоторые либеральные теологи, то разрушаем одно из ключевых положений – учение Нового Завета. Позвольте мне задать вам вопрос. Если бы вы стояли перед судейским троном Божьим сегодня, и закон спросил бы вас, ты повиновался всем заповедям, что бы вы ответили? Ответили бы вы, мы были научены, что закон не имеет более отношения к нам, потому что мы теперь уже под благодатью. Закон тогда спросит тебя, кто тебе сказал об этом? И вы скажете, некоторые выдающиеся теологи учили нас этому. Многие популярные пасторы проповедовали об этом. Мы верили нашим теологам и нашим пасторам. Не скажет ли тогда закон, с каких это пор эти люди стали твоим спасителем? Дорогие мои друзья, только Библия может быть измерительной тростью истины. Вот почему Иисус сказал своим ученикам, наблюдайте, как вы слушаете. Что нам в таком случае надо делать? Пророк Исайя, в 8 главе, говорит в 20 стихе. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. В книге «Деяния апостолов» мы находим серьезное предостережение, которое апостол Павел дает пресвятерам Ефесской Церкви. Это 20 глава, 29 и 31 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вы думаете, что служители церкви не могут лгать? Вы глубоко заблуждаетесь. Хочу привести вам библейский пример. Третья книга царств. Тринадцатая глава. Читаем первый стих. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Ифиль, в то время, как и Яроваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение». История эта простая. Израильский народ разделился. Два колена поклонялись Богу в Иерусалиме, где был храм. Десять колен поклонялись Богу в Израиле, в Ифиле, где не было храма, но был поставлен царем жертвенник. Он хотел совершать там служение Богу, для того, чтобы десять колен не ходили в Иерусалим на поклонение. И вот он делает посвящение этому жертвеннику. Но пророк Божий приходит, произносит проклятие на этот жертвенник, и жертвенник распадается. Царь был весьма напуган. И мы читаем с седьмого по девятый стихи. «И сказал царь человеку Божьему, «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю, «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте». Но это не конец истории. В Ифиле жил один пророк-старец. Будьте внимательны. Сыновья пришли к нему и рассказали обо всем том, что произошло возле жертвенника. Как пришел человек Божий, как он произнес проклятие, и жертвенник распался. И старец запрягает ослика и спешит догонять этого человека Божьего. Мы читаем с пятнадцатого стиха. «И сказал ему, «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал, «Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды все вместе, ибо словом Господним сказано мне, «Не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел». И сказал он ему, «И я, пророк, такой же, как ты». И ангел говорил мне словом Господним, и сказал, «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Будьте особенно внимательны. Он солгал ему. И каковы были последствия. Читаем двадцать четвертый стих. «Когда человек зашел в дом к этому пророку, поел у него, попил воды, и поехал домой другой дорогой, и отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его». А теперь послушайте внимательно. «Пророка Божьего ввели в заблуждение, но было ли для него это оправданием?» Читаем двадцать шестой стих. «Пророк, воротивший его с дороги, услышал это, сказал, «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа, Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его, по слову Господа, которое он изрек ему». Никогда, дорогие мои, не доверяйтесь слову человека, если оно идет вразрез со словом Божьим, даже если этот человек облечен в священнический сан. Вот почему апостол Павел говорит галатийским церквям послание к галатам в первой главе, в восьмом стихе. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, вера, через которую грешник получает оправдание, приходит только отслышание Слова Божьего». И мы продолжаем наше исследование. Послание к евреям, 9 глава, 22 текст. Мы читаем. «Да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения». На кресте Иисус Христос удовлетворил справедливость закона и своей жизнью Он полностью удовлетворил все требования закона. Когда вы встанете перед престолом Божьего сюда и закон спросит вас, «Ты исполнил мои требования?» то вы не скажете, «Я делал все лучшее с моей стороны. Я так старался. Я прилагал столько сил». Разве закон не скажет, «Я тебе задал не тот вопрос». Вам не нужно будет говорить, «Я исполнил большинство из твоих требований», потому что закон опять скажет, «Я не спрашиваю тебя об этом. Я спрашиваю тебя, или ты полностью исполнил все мои требования». Тогда вы вынуждены будете признать. Конечно. Временами я нарушал кое-что из закона и тотчас услышите в ответ, «Ты должен умереть». Но благодарение Богу, мои дорогие друзья, мы не будем отвечать перед законом. Мы скажем закону, «Да, я исполнил твои требования в совершенстве». И если закон спросит, «А когда же это ты исполнил мои требования в совершенстве?», то мы скажем, «Когда я был во Христе, то исполнил закон в совершенстве». Это и есть праведность через веру. Закон, который будет обвинять тебя, скажет, «Не обманывайся! Ты грешник и должен умереть!» А вы ответите ему, «У меня для тебя плохая весть есть! Я уже умер!» «Когда же это ты умер?» И вы процитируете послание к Галатам, вторую главу, девятнадцатый и двадцатый стихи. «С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И тогда Бог провозгласит громким голосом, «Совершенная жизнь и смерть моего возлюбленного Сына оправдывают тебя! Иди и живи!» Потому что во Христе закон был утвержден в твоей и моей жизни. «Слава Иисусу Христу!» Это то, о чем говорится в тридцать первом стихе. Бог не обходит закон стороной, извините, оправдывая нас и не отменяет свой закон, как учат этому некоторые теологи, к собственной погибели. Он сохраняет нерушимость своего закона, когда оправдывает тебя и меня через веру в Иисуса Христа, Его возлюбленного Сына. Почему? Потому что в святой истории Его Сына было дано удовлетворение каждому требованию закона «за тебя и за меня». Это и есть добрая весть Евангелия. Оправдание и освящение. Теперь я хотел бы подчеркнуть эту истину, потому что она чрезвычайно важна для каждого христианина. Скажу почему. Это невозможно. Я еще раз повторяю. Невозможно для вас и для меня пережить опыт подлинного освящения, если мы не понимаем истину об оправдании через веру. С одинаковым успехом можно пытаться выращивать апельсины на яблоне. Основанием нашего освящения является оправдание через веру. Скажу вам, почему это невозможно. Жить освященной жизнью, не приняв истинное оправдание через веру. В евреям послание во второй главе мы читаем 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». О чем говорит этот текст? Он говорит мне, что я подвержен рабству. Я был рожден рабом. Я раб, потому что страшусь смерти. Каждый человек страшится смерти. Даже атеист страшится смерти, когда она к нему приходит. Дело в том, что до тех пор, пока Бог не освободит меня от страха, невозможно для меня познать его любовь. Другими словами, невозможно для меня и для вас жить христианской жизнью. Невозможно соблюдать закон, если мы еще остаемся рабами страха, потому что Бог не смотрит на действия человека. Он смотрит на сердце человека, на мотивацию его поступков. Даже тогда, когда вы делаете добро, Бог смотрит на это, как на запачканную одежду, потому что это добро делается из неверных побуждений. Как может Бог иметь на земле народ, который будет служить ему без страха и без корысти? Это возможно. И возможно только тогда, когда Он утвердит их в истине об оправдании через веру и даст им свой мир. Помните Римлянам 5 глава 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И если вы не имеете еще мира Божьего сегодня, если вы не уверены в том, что во Христе вы уже оправданы перед Божьим законом, то вы и не освобождены еще от страха смерти. Потому что есть только единственный путь к этой свободе через смерть нашего Господа Иисуса Христа. Евреям 2 глава 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Обратите внимание, здесь затронута жизненно важная тема. Я подчеркиваю это по одной причине я обнаружил за время моего служения в церкви, что многие наши члены не уверены в своем спасении. Может быть, я не прав? Почему же мы так не уверены? И по той причине, что мы так не уверены в спасении, очень трудно проповедовать Евангелие. Мы не готовы умереть в надежде. Мы не готовы сказать вместе с апостолом, филиппийцам 1 глава 21 стих, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Можете ли вы сказать эти слова от всего сердца? Почему Евангелие с таким триумфом проповедовалось ранней христианской церковью? Потому что они готовы были умереть за своего Господа и не страшили смерти. Мы можем смело проповедовать Евангелие только тогда, когда скажем вместе с апостолом Павлом «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». До тех же пор, пока мы не будем иметь этот мир, Бог не сможет использовать нас для того, чтобы озарить своей славой всю землю. Некто сказал, только тот человек рискует своей жизнью, кто никогда не умирал. Но христианин не рискует жизнью. Почему? Потому что христиане уже умерли, ибо мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Никто не может убить эту жизнь, потому что она вечная. Верите ли вы, что во Христе вы совершенны пред Богом? Верите ли вы, что если умрете, то небо принадлежит вам? И не потому, что вы такой добрый, и живете христианской жизнью, а потому что во Христе закон был утвержден, то есть удовлетворены все его основные требования, праведность и справедливость. И поэтому оправдание веры это величайшая весть этому миру. Потому что люди живут в постоянном страхе и неуверенности в будущем. единственная надежда, которую мы можем дать им, так это то, что закон был утвержден учением об оправдании веры. Трудно Павлу было говорить об освящении и христианской жизни, пока он не утвердил церкви в истине об оправдании веры. Нам необходимо помнить, что во Христе мы имеем мир, который нам не может дать никто и ничто в этом мире. Вы знаете, в чем проблема многих служителей? Они начинают говорить об освящении в христианской жизни, минуя тему об оправдании во Христе. И таким образом лишают своих членов церкви того мира, который мы можем иметь только в Иисусе Христе. И желанием нашего сердца должно быть стремление разделить этот мир с теми, кто еще не имеет этого мира. Знаем ли мы, что Христос утвердил закон для нас, что пребывая в нем, мы можем смотреть на закон без страха и смущения, потому что закон не осуждает того, кто во Христе и Иисусе. Мы оправданы верой во Христа. Подумайте, Бог на нашей стороне, Христос на нашей стороне, Святой Дух на нашей стороне и закон Божественной Троицы на нашей стороне. Единственный, кто выступает против нас, так это дьявол, но он бессилен повергнуть нас на землю, если мы утверждены в истине об оправдании веры. Позвольте мне напомнить вам, что когда вы и я предстанем предследственным судом, Бог не будет тщательно исследовать, или мы заслуживаем вечной жизни, или мы ее не заслуживаем, или мы достаточно совершенны для того, чтобы заслужить вечную жизнь. Он не будет взвешивать на весах справедливости наши добрые и недобрые дела. Нет, это не цель суда. Целью следственного суда будет защита нашего оправдания через веру нашим адвокатом Иисусом Христом. И я знаю, что Иисус скажет сатане в день суда. Господь да запретит тебе сатана. Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнутая из огня? Захарий 3 глава 2 стих. Это то, о чем апостол Павел говорит в послании к римлянам в 3 главе 21 стихе. Но ныне независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Поможет ли нам оправдание веры быть невиновными пред законом Божьим? Ответ да. Закон был утвержден в святой жизни и смерти Иисуса Христа. И это величайшая истина, которую вы и я должны принять. Это моя молитва, чтобы вы могли радоваться в Иисусе Христе, как вашей праведности, которая удовлетворила все требования закона. В 4 главе Павел будет защищать то, о чем он провозгласил в 3 главе 31 стихе. Может ли Бог сегодня даровать радости мир, чтобы мы более не беспокоились, смогу ли я быть на небе или не смогу? Да, если твоим девизом отныне будет, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если нам и придется умереть первой смертью, не беспокойтесь, потому что эта смерть является всего лишь сном, перед которым, после которого мы сможем увидеть нашего Господа. Какая удивительная весть, разве не побуждает она нас сказать сегодня благодарение Богу за такое спасение, как это. Да благословит вас Бог, да поможет Он вам познать истину, которая сделает вас свободными через веру в Иисуса Христа. Аминь. Субтитры . Продолжение следует...